Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат городского собрания депутатов, председатель депутатской комиссии по социальной политике и экологии, заместитель председателя Чебоксарского городского собрания Ирина Клементьева. Ирина Клементьева, депутат четырех созывов Чебоксарского городского собрания депутатов от избирательного округа номер 16 Ленинский район, избрана 13 октября 2015 года. Ирина Всеволодовна получила высшее образование по специальности экономист-организатор, окончила Волговятскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление, начинала трудовую деятельность в Агропромышленном комитете Чувашской автономной республики с 1991 года в сфере страхования. Ирина Клементьева ведет общественную работу в качестве депутата Чебоксарского городского собрания, куда избиралась трижды. В 2010 году избрана председателем постоянной комиссии по социальному развитию и экологии и заместителем главы города Чебоксары. Ирина Всеволодовна председатель Чебоксарского городского отделения, общественной организации Чувашский республиканский совет женщин. За достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности удостоена почетного звания заслуженный экономист Чувашской республики. Награждена многочисленными почетными грамотами. Ирина Всеволодовна, можно сказать, что вы уже опытный депутат, вы избираетесь в четыре созыва городского собрания. Скажите, пожалуйста, вот за эти несколько лет, что изменилось в социальной политике города Чебоксары? Может быть, появились какие-то новые направления, новые задачи, новые особенности? Жизнь, она меняется очень быстро. Буквально 15 лет назад были совершенно простые проблемы. А у нас не было такого количества детских садов, у нас не было малых архитектурных форм в дворах. Много чего не было просто для жизни школы или больницы, потому что тогда у нас были больницы, входили в финансирование со стороны городского бюджета. Сейчас жизнь совершенно другая, потому что мы развиваемся, двигаемся вперед. И сегодня у нас уже стоят совершенно иные задачи. Если пять лет назад мы говорили о том, чтобы в каждом дворе у нас были малые архитектурные формы, то теперь они у нас есть, где-то 70% обеспеченность присутствует. Но тем не менее люди теперь ждут у нас спортивные площадки. Все хотят заниматься спортом и уже просят не только игровые площадки для детей устанавливать, но и спортплощадки. Конечно, не возле каждой школы есть современные спортивные сооружения между школами, допустим. Поэтому сейчас наша задача, чтобы как можно ближе к дому были современные детские площадки, и мы их делаем тоже в очень современном варианте. То есть депутаты отвечают на такие запросы времени, запросы горожан? То, что они просят, вы стараетесь... Да, теперь мы это можем себе позволить. И тогда бы мы, может, хотели бы, но мы не могли сделать по финансам, не было таких возможностей. Сейчас такие возможности есть. У нас много новых районов города, построенных буквально за 2-3 года, за 5 лет, и необходимость строительства школ есть. Поэтому мы с таким ожиданием, что в 2016 году начинается строительство школ. И мы надеемся, что вот те районы, где уже живут сегодня люди, они получат в будущем эти школы. Присутствую недавно на заседании Кабинета министров, в общем-то, мы порадовались тому, что городу предоставлены деньги со стороны республиканского бюджета правительства Чувашской республики. Михаил Васильевич Игнатьев, в общем-то, помогает городу вот эти объекты создать. Поэтому мы ставим другие задачи. Без поддержки республики, сами по себе, нам это сделать довольно сложно. Да, вот на обсуждение третьего уточнения бюджета было сказано, что 477 миллионов до конца 2015 года должны городу выделить, да? То есть это значительная сумма, и что-то, наверное, из социальных объектов будет доделано, достроено, может быть, начато строиться, да? Начато, потому что вот у меня были наказы моих избирателей сделать уже спортивные объекты во дворах, плюс к тому, что есть малоархитектурные формы. И, в общем-то, имея наказы, имея представление, где это должно быть, а, в общем-то, вместе с районными администрациями мы, депутаты, это решаем. И, естественно, в том числе и у меня. Поэтому выделенный бюджет мы с толком потратим и на социальные нужды. Я знаю, что мы планируем несколько спортивных площадок во дворах сделать. Ну и, в общем-то, те вопросы, которые были начаты, но не закончены в 2015 году, мы, в общем-то, тоже сделаем все для того, чтобы деньги 2015 года были полностью использованы. И с умом потрачены. И с умом потрачены, потому что все это коллегиально обсуждается, никогда каких-то таких решений индивидуальных не принимается. Конечно, мы смотрим на общий интерес, общегородский интерес. Ирина Силовна, вот вы избираетесь в четыре созыва по одному и тому же территориальному округу. Люди, наверное, вас уже давным-давно знают. И, наверное, судя по тому, что они вас выбирают, вы помогаете им действительно. Но, наверное, за это время помогли уже всем. Есть еще такие, кому нужна помощь? Да. Жизнь идет, у людей постоянно какие-то вопросы возникают. Поэтому удовлетворить все, решить это практически невозможно. Округ, он не остается в пределах одного размера. Он постоянно примыкают другие территории. И поэтому решений приходится принимать много. Но, во всяком случае, когда люди обращаются, я это беру все на заметку, все на контроль. Если нужно, эти, в общем-то, может и не трудные для меня, как для депутата, вопросы, но для человека они сложны. И поэтому постоянно работает общественная приемная. Люди приходят, никогда не бывает такого, чтобы кто-то не пришел. Поэтому я рассматриваю обращения любого характера. Как благоустройство дворов, работа с советом многоквартирного дома. В общем-то, стараюсь информировать людей, чтобы они были в курсе. Ну, такие вот маленькие дела, как вот говорили, история малых дел, когда не что-то огромное, величественное, а чтобы человеку в одном каком-то взятом доме было хорошо. Приходится решать именно с округа. Есть общегородские вопросы, которые ставить приходится в городе. Допустим, вот у нас очень большая проблема в старых домах, когда не было запроектировано, про это на смертной документации не было предусмотрено, на освещение во дворах. Вот была одна, один столб, и все. Сейчас люди не хотят жить в такой темноте. Поэтому я считаю, вот обязательно мы должны освещать дворы, делать тротуары, новые тротуары, не только те, что были. Ну и надо привести старые тротуары в порядок, особенно вдоль магистральных дорог. И я думаю, что вот такие запросы от людей мы должны решать, и это понимают все депутаты. Поэтому, обсуждая план на 16-й год, мы все вносим вопрос и о строительстве новых тротуарных, пешеходных дорожек. Я думаю, что вопросы экологии тоже очень людей волнуют. Никто не хочет жить в экологически грязном городе. Раз город жемчужина нашей России, мы хотим иметь чистый город. И сейчас, приобретя новый полигон по захоронению твердобытовых отходов, мы можем ожидать улучшения экологической обстановки в городе. Сегодня у нас тоже проходило собрание депутатов, где мы принимали решения по инвестиционной составляющей для водоканала. Потому что чистая вода – это также здоровье. Если мы не будем думать о будущем, о здоровье наших детей, то, естественно, придется решать какие-то другие катастрофичные проблемы. Вот, исходя из этих общих интересов, все депутаты, во-первых, интересуются тем состоянием дел, которое присутствует, как мы обеспечиваем безопасность водообеспечения, водоотведения. И, конечно, принимаем инвестиционную программу на будущие годы. Поэтому мы ответственны не только за сегодняшний день, но и что ожидает нас в будущем. Ирина Семеновна, вот вы сейчас как раз сказали о том, что было собрание депутатов, на котором вы рассматривали инвестиционную программу водоканала. И какие еще вопросы были в повестке дня и какие решения вы приняли? Вопросы у нас в основном, конечно, были связаны с увеличением тарифов, потому что это самый важный вопрос сегодня. У нас прошло внеочередное собрание депутатов. Когда очередное собрание, мы, естественно, решаем вопросы, связанные с утверждением бюджета, рассматриваем какие-либо программы. А вот сегодня у нас именно было по водоканалу это основное. И то, что мы строим новые котельные в городе, мы должны обеспечить безопасность, как я уже говорила много раз. Потому что если там, где нет котельных, а за счет каких-либо других предприятий идет обеспечение теплом, то это не всегда, так скажем, безопасно. Потому что предприятия, они могут закрываться, могут заниматься перепрофилированием в своей деятельности. И мы не можем людей оставить без тепла. Поэтому сегодня мы рассматривали такое решение, когда введена новая котельная, естественно, там изменяются тарифы. Ну и, конечно, экономика города нас тоже волнует, потому что идет приватизация предприятий. Но надо сказать, что все предприятия находятся в муниципальной собственности со 100% капиталом. И мы считаем это правильно. Депутаты всех фракций поддерживают, что если есть наши муниципальные предприятия, которые работают именно как инфраструктура города, конечно, мы такие предприятия обязательно поддерживаем. Ну да. Их надо поддерживать для того, чтобы город функционировал. Люди жили, и люди были довольны нашим городом. Да. И вот сегодня даже стоит вопрос по управляющим компаниям, чтобы появлялись управляющие компании, где имелась бы муниципальная собственность, для того, чтобы гарантировать людям какие-либо ситуации, когда ни одна из управляющих компаний не хочет обслужить те или иные дома. А это дома именно старые, где люди не очень ответственно относятся к своим обязанностям. как к собственникам помещений. И поэтому сегодня мы очень ждем, когда появятся и муниципальные управляющие компании. То есть которые будут обеспечивать тоже жителей города какими-то услугами коммунальными. Да, они будут делать все то, что сегодня делают управляющие компании с частным капиталом. А мы, в общем-то, ждем, когда вот эта конкуренция и частная, и муниципальная, в общем-то, чтобы конкурировали, и качество обслуживания в ЖКХ, оно все-таки было высокого качества. Спасибо большое, Ирина Селдовна, за беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Актуальное интервью» была депутат городского собрания депутатов, председатель депутатской комиссии по социальной политике и экологии, заместитель председателя Чебоксарского городского собрания Ирина Клементьева. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»